Минздрав занимается сегодня развитием информационных систем в здравоохранении. В перспективе, наряду с пластиковыми полисами, у нас должны появиться электронные медицинские карты. С помощью пластикового полиса через информат можно будет быстро записаться ко врачу, получить справки и даже направления. Кроме того, планируется, что электронная медицинская карта будет просматриваться в интернете через личный кабинет пациента, в который доступ можно будет получить с помощью электронного полиса. Медицинский полис федерального образца действительно должен иметь каждый гражданин и даже это его обязанность получить. Для этого он должен прийти в страховую компанию, в которой он выбирает сам, написать заявление и получить медицинский полис. Если медицинский полис старого образца был в каждом регионе разным, в Чувашии, к примеру, с национальным гербом, на сегодня введена единая форма по всей России. В 2011 году принят новый закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации и с 1 мая 2011 года введена новая форма медицинского полиса ОМС. Форма полиса утверждена единая, она утверждена постановлением, не подлежит замене и внесению каких-то дополнительных данных. На сегодняшний день в больницах Новочебоксарской по всей республике действует несколько видов страховых полисов. Временный страховой полис, страховой полис старого образца, страховой полис бумажного варианта и пластиковый страховой полис. В связи с развитием компьютерных и информационных технологий в России стало возможным сформировать единую электронную базу данных обо всех гражданах, зарегистрированных в системе обязательного медицинского страхования. Сколько же человек в Новочебоксарске уже поменяли старый медицинский полис на новый? Более 80% к нам обратились, причем одна треть из этих граждан получили полис в виде пластиковой карты, то есть большинство получили полис бумажного образца. Но это связано с тем, что пожилые люди обращаются за получением бумажного полиса, детки несовершеннолетние, для них только полис на бумажном носителе, а молодые люди в основном получают пластиковый полис, им это удобно. Пластиковая карта станет одновременно и полисом обязательного медицинского страхования, и пенсионным страховым свидетельством, а также средством расчетов. В пластиковой карточке необходимо обязательно роспись гражданина будет присутствовать, обязательно фотография гражданина, его фамилию, отчество, дата рождения, полгражданина. А в бумажном полисе нет фотографий, нет росписи, больше ничем. Юридическую силу они имеют абсолютно одинаковую. Менять его можно уже сегодня, не дожидаясь, когда бланк станет ветхим или повредится. Процесс замены прост. Полис выдаётся что бумажный, что в пластиковом варианте, выдаётся бесплатно. Вся процедура оформления и производство фотографий, изготовление полиса, всё делается бесплатно. И в случае потери, и в случае порчи этого полиса, также процедура оформления и восстановления полиса проходит для гражданина бесплатно. Наши офисы работают во всех районных городах Чуварской республики. В Новочебоксарске у нас работает 5 офисов. Они работают в будни до 6 вечера. В субботу мы также работаем. Нелли Светлова, Пётр Куприянов. Новости Новочебоксарска.